Привет, друзья! В данном видео я расскажу вам Акора Сэнсэя из дилогии фильмов Класс Убийц. Сразу скажу, что на эту жёлтую осьминожку у меня большие планы, и роликов будет несколько. Чтобы не превращать всё в кашу, сначала я расскажу Акора Сэнсэя из двух фильмов Класс Убийц. Затем будет два ролика «Почему нельзя победить?» с разбором советов «Как победить по этим же фильмам». А после к нам в гости уже заглядят Акора Сэнсэя из анимеи манги. Знаешь, мне что это напоминает? Уже прикольно выглядит фильм тоже. Да. Как-то графика прикольная. Ну, такая. Чего какая? Прикольная. Ну, прикольная. Ну, или как «Атака Титанов»? Помнишь, там мы смотрели какой-то был по «Атаке Титанов» фильм? Да, там было хорошее. Там что-то была вообще такая печалька. А напоминает, как это назывался фильм, мы с тобой его смотрели. Господи, снова забыла. Ты помнишь, была такая большая статуя Манеки Нека? А-а-а. Когда Дарума была. Да. Тоже в классе. Помнишь, там типа «Дарума-санга-корон», да? Он типа поворачивался, и кто не успел, то шарики разрывало. Помнишь, в конце какая-то консерва там была. Блин, как она зацелена? Ну, мы тоже смотрели. Это «Капитана», его смотрели «Разбор». И вот мне вот тоже напоминает. Тоже класс, тоже какой-то монстр, который мочит. На классу «Убийц», то с вас прямо сейчас капитанский лайк. Я понял, сучка-сенсей. Неправильно, лыстиковнюк. Кто же такой Кора-сенсей? Если очень кратенько, то это желтый трехметровый мутант, похожий на осьминога. Появился он из ниоткуда, сразу после того, как была уничтожена большая часть Луны. Монстр взял ответственность за это происшествие на себя, пообещав через год уничтожить уже нашу планету. При этом Кора-сенсей потребовала, чтобы его поставили учителем у старшеклассников из класса 3Е. Это были самые пропащие ученики из возможных, на которых все давно поставили крест. То есть чел, чел, чел. Я уничтожил Луну и вскоре уничтожил вашу планету. Но я требую, чтобы меня поставили учителем. Именно в этот класс, именно в эту школу. Нет, не просто в эту школу, а именно в Японию. Именно в определенную школу, именно в определенный класс. Ладно, хорошо. Это фантазия какого-то школьника? Эти школозавры должны были каждый день стараться убить своего нового учителя. Если у них получится, то они спасут планету и станут очень богатыми. Мировые лидеры тоже не остались в стороне, и постоянно разрабатывали разные способы. Он просто хотел себе вызов, знаешь, типа, кинуть. Насколько я силен. Могули обучить учеников, которые смогут меня убить. Тогда они прям достойнее меня, знаешь, что я особенная. Хорошо, у меня... Это было как Ванч Панчман? Ванч Пачпачман. Ванч Пачпачпач. Ванч Пачпачмак. Чувак, который был такой, типа, постоянно всех бил, такой, блин, вот бы кто-нибудь посильнее. Так это же был Сайтама главный герой. Ну, да, Ванч Пачпачман. Нет, знаешь, что у меня вопросы, у меня вопросы. То есть, ты пошел учить учеников, почему ты не пошел в какую-то армию, где уже там натренированы какие-то солдаты, или какого-нибудь там, не знаю, киллеров нанял бы. Они уже устоявшиеся. И что? У них есть база, они базированные. Нет, нет, база неправильная, стрелять-то не то. А здесь, видишь, он будет специальным бойцовским навыком. Ясно, понятно. Я все еще ничего не понимаю. Ну, а теперь давайте обо всем подробнее. Как и положено, начать стоит с самого начала. Кора Сэнсэя не всегда был желтым мутантом-головастиком. Изначально он был человеком, причем не простым, а самым лучшим киллером на всей земле. И имени у него не было, было лишь прозвище Шинигами, или бог смерти. Клипуха была вполне заслуженной. За несколько лет этот крутой ацсасин успел устранить более тысячи человек. Причем сделал он это необычным способом, чтобы шнурок в печень или пулькой в лобик. Нет, наш Шинигами превращал каждое убийство в произведение искусства. Используя сложные многоуровневые манипуляции схемы, особые ловушки и хитроумные приспособления. Бог смерти добивался того, чтобы большая часть его заказов выглядели как несчастные случаи. Шинигами могли заказать президента какой-нибудь страны третьего мира. И через недельку бедолашку находили подавившимся чаем. Понятное дело, что наш киллер был в идеальной физической форме. Был невероятно умным и хитрым. В какой-то момент на него обратил внимание глава секретно-исследовательской лаборатории Коттера Янагисава, которому как раз нужна была подопытная свинка для очередного эксперимента. Ну уж как-то поймали. Коттер могил создать органическую антиматерию, внедрив антиматерию в живое существо. Таким образом, ученый хотел получить новый живой источник энергии огромной мощности. В перспективе такой источник помог бы полностью отказаться от использования нефти и атомной энергетики. Над Шинигами провели все необходимые эксперименты и стали ждать, пока его тело... У меня вопрос. Так прикольно вы говорите с графикой. Вадим уже впечатлился. Ну да. У меня вопрос, у меня вопрос. Если ты хочешь создать источник какой-то энергии, нахрена брать киллера? Почему брать какого-то крутого суперученого? Ну блин, это же как бы... Я не знаю. Это же японские такие укуренные сюжеты сценарии. Типа, почему так сложно? Они должны как-то отличаться. Искать киллера. Режимки-то необычные. Найти этого киллера. Потому что если все будет просто, то это будет простой фильм про хатняка. Нам надо... Я уже не говорю про экспериментах на животных. Ладно, допустим, ты хочешь негуманного человека взять. Реально, возьми какую-нибудь алкашню, какую никому не нужную. Нет, обязательно сложным путем пойти. Ты бы еще какого-нибудь президента бы изъял с какой-нибудь стороны. Так же легко и просто это. Которо, так сказать, созреет до нужного состояния. Тело подобного начало быстро меняться. Видимо, у него тело подходящее, наверное. Которо Янагисава приставил к своему подопытному девушку по имени Агури Юкимура. Она была невестой Которо. Но ученый плевать на нее хотел и видел в ней лишь расходный материал, который можно было использовать в своих целях. Пожалуйста, помоги ему. В противном случае он может... Ого, ББПЕ какой. Они провели около года вместе, разделенные стеклом. За это время они полюбили друг друга. И бог смерти изменил свое мировоззрение, став понимающим, заботливым и сострадающим. Ого. Ого. Она много у него костюмчиком. Она рассказывала ему про своих учеников, которых она очень любила и мечтала сделать достойными людьми. А-а-а. Приблизительно в это же время ученые в лаборатории ради теста отправили на Луну мышь с присаженными в нее клетками с шенигами. Чтобы посмотреть, что будет в случае непредвиденных обстоятельств. Клетки мыши начали делиться и произошел сильный взрыв. Уничтоживший большую часть Луны порядка 70%. Вот это мышка. Вот это делится. Котошоптанный взрыв. Он выяснил, что через год с телом с шенигами произойдет ровно то же самое. И он полностью уничтожит уже Землю. Единственный способ этого избежать убитых Путурного. Космосу его отправить. Ученые попытались устранить свою подопытную свинку. Не получилось. Но ни лин, ни ядовитый газ, ни лептические подчиняли ему вреда. Так надо было его в ракету запихнуть и тоже куда-нибудь в космос отправиться, когда там где-нибудь взорвется и все. Ну ракета уже дорога, конечно, но зато Земля целая. Бог смерти так разозлился, что потерял контроль над своим телом. И начал крушить лабораторию, убивая всех вокруг. Против него отправили механические тентакли. Агури защитила шенигами своим телом. Эта жертва вернула Кора-сенсею его рассудок. Но спасти любимую он был уже не в состоянии. Не, я про механические тентакли. Умирающая Агури взяла с него обещание, что он станет обучать учеников из класса Е, помогая им найти свой путь в жизни. Шенигами дал своей возлюбленной слово, что он поможет ее подопечным. И больше никогда не потеряет контроль, после чего Агури умерла. А его, получается, в школу как взяли? То есть он такой пришел, просто говорит, я хочу быть учителем. Они такие, диплом покажи. И такой, я сейчас тебя придушу нахрен. Они такие, ну все хорошо, хорошо, ты учитель, ты учитель. Получается так. Затем Кора-сенсея связался с мировыми лидерами и сказал, что у них есть всего год, чтобы его уничтожить. В противном случае он взорвет планету. Также он добился того, чтобы его поставили учителем класса 3Е. Так как в нынешнем виде убить Кора-сенсея было просто так невозможно, с его требованиями согласились. И пока Шенигами обучал своих учеников, они должны были пытаться его устранить. Тем же самым занимались многочисленные элитные киллеры, спецслужбы и ученые. У меня ведь главная роль. Ну а теперь переходим к сладенькому, к способностям Кора-сенсея. Она будет кричать. Эй, парниша, не хочешь из-за этого? Ну регион я вижу. Из экспериментов тело Шенигами мутировало и приобрело множество невероятных способностей. И начать я бы хотел с суперскорости, так как в фильмах эта сила одна из наиболее часто используемых. Кора-сенсея, как бы помягче выразиться. Он как слайм какой-то. Пиздец какой-то быстрый. Он играючи за доли секунды развивает скорость в 6800 метров в секунду. Кора чемит мягкое жилья в разной тельце. Но при быстрых перемещениях оно меняет свои физические характеристики. И начинает попросту игнорировать любые сопротивления, например лобовое. В фильме даже было сказано, что Кора-сенсея может двигаться быстрее скорости света. А это 299 миллионов метров в секунду. Он же здесь в космос улетел? Благодаря этому наш тентакля-монстр может делать невероятные вещи. Горничная. Почему бы он сам-то не улетел какой-нибудь в космос? Если он так летит спокойно, да? А он может в конце и улетит. Вон хрен знает куда. И там взорвался бы, и все. И спас бы Землю. Подожди, подожди, подожди. Он может так и хочет сделать, но просто он сначала хочет выполнить обещание данное своей любимой. То есть поучить учеников, перевоспитать их может как-то. Мачо-мен из мегамозга. У меня не было того, что было у каждого жителя метро-сити. Хулиганы подвергли опасности других учеников из его класса. Кальмарыч за полсекунды долетел до их домов, взял таблички с адресами, вернулся и пообещал убить родителей Гопарей. Если они еще хоть раз вытворят нечто подобное. В другом примере Корка метнулся в космос и принес спутник, который должен был пальнуть по нему лазером. На все у учителя ушло около пяти секунд. Понятно. Не нужно зацикливаться на одном. Перед вами открыто множество путей. Плюс желтожопик любит прикалываться над людьми. Он может за сумму секунды переодеть любого человека в другую одежду. Например, сучку Сенсея. Вообще, сучка Сенсея звучит довольно грубо. Поэтому я буду называть ее Лена Головач. Или Головач Лена. По-моему, не так обидно. Конечно, так лучше. Вы же играете от Красного Гобрина. Также Корги за тысячную долю секунды может сделать любому персонажу маникюр или укладку. Один раз ученик вылил горячий супец, и Курва Сенсея умудрился собрать его за мгновение по каплям. Получай, сволочь. Он вообще такой комедийный аниме. Прикольно какой-то. Хочешь посмотреть фильм? Ну, вообще, я помню, мы когда смотрели... Ну, как-то прикольно. Я помню, мы когда смотрели какой-то тоже обзор, и там вставляли вроде бы этого Коро Сенсея, или что. Я помню, нам сказали в комментариях, что типа это прикольный, не знаю, фильм. Говорили, аниме прикольное. ...просто размножился на несколько десятков копий, каждый из которых теперь может заниматься отдельными задачами. Но при этом все эти... Да, фильм сделал хорошо. Благодаря дублированию Коро Сенсея может находиться в нескольких местах одновременно. Он может обучать сразу более 20 учеников, разговаривая с каждым из них и выполняя разные задачи. Ну, как голограммы, да? А еще из-за огромной скорости и сверхчеловеческих рефлексов, Коро Вай может уклоняться от практически любых атак. Исключением будут лишь существа со схожей с ним физиологией. Волосами. Такие же есть. Ну, разные, видимо, экспериментировали. Наш миф может уклоняться от любого количества выпущенных в него пуль. Даже когда против Корки выставили Ритсу, суперсовременного самообучающегося робота с кучей оружия, та ничего не смогла сделать, даже несмотря на четыре пушки. Главное, что школьница нарисована. Вайфа. В общем, в школьном кабинете, да? Да. Про скорость уяснили, идем дальше. Тут стоит сразу оговориться, что способностей у Коро Сэнсэя из фильмов по сравнению с аниме и манго не так уж и много. Он неуязвим практически к любому воздействию. Исключением является антиучительское или антиосминожное оружие. Помимо этого, тело учителя обладает... Именно антиосминожное? Оно может легко и просто растягиваться на несколько сотен метров. Как же ты меня достал с этими синтаклями? У Короча обостренное чувство. Он может слышать, улавливать запахи и видеть на расстоянии в несколько тысяч километров. Он чисто как осьминожка. Реально. Малейшее изменение в температуре. Причем многие события он вообще может предугадывать до того, как они произойдут. Например, как с тем же спутником, который хотел по нему стрельнуть. Из-за этого его устранение становится невыполнимой задачей. Ну он же еще раньше киллером был. Коро Сэнсэй может менять свою форму. Что он персик? Либо принимая какие-то причудливые фигуры. Да, персик. Покачивая дополнительные щупальцы. Либо вообще изменяя свое тело, расплющивая его настолько, что оно может проникать даже в самые микроскопичные трещины. Да, чисто дикий тролль какой-то. Видишь? А еще нашу чилу-то может менять свой окрас в зависимости от своего эмоционального состояния. Если он злится, то его морда приобретает отвратную гремасу и становится черного цвета. А если стесняется, то розового. Розовенький. Хватит пить чай и глазит на мою грудь. Если вдруг жизни Коро Сэнсэй угрожает смертельной опасность, то он может применять ряд защитных механизмов. Одним из них является линька, а осьминогу с один раз в месяц может сбрасывать кожу. Тем самым сохраняя себе жизнь в смертельной ситуации. Также эта кожа может использоваться для защиты друзей или сковывания врагов. Причем даже тех, кто обладает в физиологии самого Коро Сэнсэя. Тебе никогда не удастся победить меня? Другим оборонительным механизмом является абсолютная защитная форма. Находясь на грани смерти, как зябра может сжать свое тело до небольших размеров. И окружить то, что получилось защитной оболочкой, которую невозможно будет разрушить даже ядерным оружием. А, ну он как бактерия, как спора такая, знаешь. Ничего себе. Он может перенаправить часть своей энергии в разрушительный лазер. Уничтожая даже монстров своего уровня и выше. Тебя такие же. Ничего себе. Есть у Коро Сэнсэя слабости. Самое очевидное является упомянутое ранее антиучительское или антиосминожное оружие. Это предметы сделаны из особого похожего материала. Разработали. Если у них есть антиучительское, антиосминожное оружие, почему тогда они стали выполнять его условия и отправили его учить в класс, если они могли его просто этим антиосминожным оружием убить? Они все это время разрабатывали, просто потом со временем изобрели. Ладно. Я предполагаю, что наверное, наверное, там в аниме, в манге, может быть в фильме это объясняется. Просто тут как бы подробно так капитан же не будет объяснять это все. Либо нет. Ну чего себе. Обычно? А, вот, ну. Ну, просто. Поймай. Вот, соврал. Они такие, нет, умер. Типа плачет, а он ему полточек подает. Они готовились устранить. Он создал новую тентаклию и подбодрил Нагису на свое уничтожение. Более того, согласно режиссеру дилогии, Кора Сенсей не погиб, а просто отправился путешествовать. Есть еще орбитальный антиучительский лазер, но в фильмах его так и не использовали. Антиучительский лазер. Вообще крайне мало слабостей, которые были прописаны у персонажа в аниме и манге. Например, при намокании у него опухает голова и он становится более медлительным. Эротический журнал или просто красивые взрослые женщины с декольте могут заставить Кора Сенсей забыть обо всем на свете. Кора Сенсей тоже любит большие сиськи. Ну а на сегодня все. Ждите ролики «Почему нельзя победить Кора Сенсей?» Слушай, прикольный какой-то фильм. Я не знаю как аниме, но фильм как-то выглядит прикольно. Хочешь посмотреть? Ну какое-то желание такое появилось. Есть такое желание. Есть такое желание. Смотреть, да. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор.